Учитель. Как много мы вкладываем в это слово. Друг, наставник, помощник, советчик. У Натальи Ютюпиной за плечами 20-летний педагогический стаж. Она окончила Стуловскую школу много лет назад и решила вернуться. Вот уже 14 лет работает в родной школе учителем начальных классов. Для своих подопечных она словно вторая мама. Учит, заботится, оберегает. Учителем я стала с легкой руки. И моей учительнице русского языка в средней школе, Галины Алексеевны Бурковой, моего наставника. Ну вот она сказала, почему бы не попробовать. Я пошла в педагогический университет, он еще тогда так назывался. И после окончания его попала в школу и больше из нее не уходила. Не только преподает, но и сама продолжает учиться и развиваться. Наталья Ютюпина регулярно проходит курсы повышения квалификации в Институте развития образования. В этом году ей повезло принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей, который проходил в Москве. Тысяча педагогов. Именно столько участников прибыло из разных уголков России. Еще 52 тысячи наблюдали за форумом онлайн. Из Владивостока, из Чукотки, из Байконура, отовсюду, отовсюду. Было очень интересно встретиться со своими коллегами, которые работают в разных регионах нашей большой страны. На этом форуме также присутствовали конкурсанты, учителя года. Круглые столы, практики и дискуссии. На Всероссийском форуме коллеги обменивались опытом и обсуждали вопросы в области образования. Среди спикеров были не только педагоги, но и ученые, и журналисты, и блогеры. Очень важная для нас тема, для учителей, сотрудничество учителя и родителя. Оно должно быть продуктивное и оно должно быть такое, чтобы мы понимали друг друга. То есть это говорилось о том, что так же, как и наших учеников маленьких, мы должны просвещать и родителей. Эта просветительская работа должна идти постоянно и целенаправленно. Вот это было очень важно и очень приятно услышать. Велась речь об инклюзивном образовании. Сейчас очень много детей с ограниченными возможностями здоровья. И они тоже обучаются в нашей школе. На форуме было очень много молодых учителей. Их очень было радостно видеть там. И они, что называется, горят. Им очень нравится то, что они делают. Иногда им не хватает знаний, иногда им не хватает опыта, но они готовы его набираться и учиться всему. Именно первый учитель распахивает для ребят двери в мир школьных открытий. Наталья Тюпина каждый день спешит на работу, чтобы научить своих первоклассников чему-то новому.